Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели». Я ее ведущий Амир Кедрасов. В пятницу наш город посетила депутат Государственной Думы и 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова. Она встретилась с главой администрации и побывала в реабилитационном центре, вручив учреждению сертификат на новое спортивное оборудование. Также почетная гостья не обделила вниманием и Центр адаптации «Современник». Рима Баталова является вице-президентом Паралимпийского комитета России, заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой мира и Европы. В городской мэрии депутат встретилась с главой администрации. Они обсудили будущие планы и проекты по развитию города в сотрудничестве и по решению социально-экономических проблем. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Гостью вручила Борису Беляеву книгу под названием «Рима Баталова. Легенда спорта» и получила в подарок от главы администрации издание о городе Кумертал. Здесь все наши мероприятия, какие в Кумертал происходит, существуют. И наш архитектурный облик города Кумертал тоже вам на память, вашу коллекцию книг. Хорошо? Спасибо большое. Давайте обвиняем. После визита в администрацию «Рима Баталова» также посетила реабилитационный центр, где ее радушно встретили в национальных традициях. Гости показали лечебно-оздоровительные кабинеты с новейшей техникой и рассказали об уникальных терапевтических методиках и программах социальной реабилитации, применяемых в центре. Депутат лично пообщалась с детьми, проходящими лечение в учреждении. Римма Баталова старается оказывать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья по всей республике. В наш реабилитационный центр она также приехала не с пустыми руками. Для учреждения было закуплено спортивное оборудование, современные тренажеры. Как человек спорта, многократная чемпионка, уверена в необходимости физических тренировок для детей. Потому что это детям дает возможность реализовать себя, показать себя. И в принципе они тянутся тому, что увидев нас, вот именно мы для них являемся примером, наверное, примером чемпионства. И мне хочется, чтобы наши ребятишки могли на сегодняшний день заниматься все-таки современными нашими тренажерами. В честь открытия обновленного спортивного зала и к приезду гостей сотрудниками центра было подготовлено праздничное мероприятие. Осень, 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 снова к нам пришла. Осень, 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 чудная пора. В золотом наряде, в парке и сады. Осень, осень, ждали с нетерпением мы. На торжестве депутат обратилась с речью к детям, проходящим лечение в центре, и рассказала о своем нелегком пути ко всему, чего достигла. Также на празднике состоялось официальное вручение центру сертификата на получение спортивного оборудования. Ребята, не надо унывать. Надо идти вперед. И никогда не останавливаться. Я думаю, что эти слова больше, наверное, сегодня касаются наших родителей, потому что только от вас, только вы можете помочь своим детям. И не надо ждать, что кто-то это сделает за нас. Еще одним пунктом посещения делегации стал Центр адаптации «Современник». Руководители организации поделились с гостями сведениями о достижениях своих воспитанников и новых проектах, которые помогут в развитии возможностей детей-инвалидов. Римма Баталова сама смогла протестировать стол для тенниса среди незрячих, узнав больше о тактике игры и технических особенностях. По традиции, почетной гости было предложено оставить свои пожелания в книге партнеров. Лепые люди, слабовидящие, которые достигли чего-то в жизни, там есть ваши фотографии. Да, в звезде. Вы у нас пять лет уже пригласите на соревнования, так представится. А здесь вот действительно созданы условия, и те люди неравнодушные, которые это делают, это, наверное, большая им благодарность. Но без таких людей мир наш, наверное, будет, знаете, спутным. А такие люди как раз украшают, и украшает наш мир, и украшает для детей появляются возможности, возможности, как я еще раз повторюсь, реализовать себя. Самое главное в нашей жизни. А мы должны им подать руку, помочь им и, конечно, быть с ними вместе. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Как привлечь общественные организации к помощи в развитии города? Об этом говорилось на внеочередном форуме, проходившем в здании АРТ. Кто присутствовал и каковы итоги заседания в нашем следующем материале? 13 сентября в здании АРТ прошел внеочередной форум общественных организаций и предприятий города. Цель данного мероприятия – это объединение всех общественных организаций в единое целое. А именно стремление работать в одном направлении. Самое главное, чтобы мы работали в унисон с руководством города. И сегодня мы действительно говорили о том, что очень важно, чтобы была у нас сегодня не борьба организаций между собой, не борьба партий, как это очень часто бывает, конкуренция, и может быть даже нездоровая конкуренция, а именно было понимание важности сегодняшних дней для города. Именно цель такая, чтобы сделать город всем вместе нам краше, лучше, уютнее. Сотрудничество организаций может привести к благоприятным изменениям в городе. На сегодняшний день в Кумертау зарегистрировано 37 общественных организаций. По словам организатора форума, если все активисты будут работать сплоченно, добиваясь одной цели, это приведет к улучшению положения города. Сегодня удалось сделать первый шаг. Сегодня это получилось, это был первый наш шаг. Мы сегодня говорили и о ценности времени, и о ценности действовать, что мы все можем на сегодня действовать. И показали мы социальный эксперимент, который провели с молодежью. Ну, надеемся, что семена в почву брошены, а дальше уже люди будут ли их поливать, будут ли доносить это для своих членов организации, для своих детей. Но это уже зависит от каждого из нас. Также на заседании разбирали вопрос, как привлечь молодежь оставаться в нашем городе. В последнее время многие молодые ребята уезжают в крупные города для своей самореализации. Якобы в Кумертау перспектив мало. По словам Марины Николаевны, ситуация меняется в лучшую сторону. И уже многие перспективные ребята возвращаются в родной для себя город. За лето знаю троих отличных ребят, которые уехали и выучились в Питере и вернулись сюда. Это, я считаю, что очень большая победа города. Но я не всех ребят знаю, возможно, их и больше. Вот, это победа города, потому что, ну, это, я считаю, что ошибка ребят, думать, что в большом городе ты реализуешься лучше. Как раз в маленьком городе, в городе, где молодое руководство, где тебя везде поддерживают, любую твою креативную идею понимают, поддерживают, открывают тебе везде двери. Вот здесь как раз, ну, шансов, возможностей для самореализации намного больше. Это не последнее собрание. Впереди еще много кропотливой работы. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В городской мэрии состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Обсудили меры профилактики и методы борьбы с наркозависимостью среди подростков. Выступившие в ходе комиссии представители администрации, городской больницы, управления образованием и правоохранительных органов поделились опытом работы в данном направлении, а также внесли предложения по внедрению новых форм и методов борьбы с наркозависимостью. Свой отчет по изменениям в динамике подростковой преступности за прошедший год представил начальник ОМВД Марсель Абзалилов. Вовсю раскрываемость на истекший период составила 51,6%. В аналогичном периоде было, значит, прошлого года 43,6%. Из числа выявленных наркопреступлений 36 фактов связано со сбытом наркотических средств. Это на минус 34 в сравнении с аналогичным периодом. В своем докладе о результатах принимаемых мер по пресечению, распространению и потреблению наркотиков сообщила заведующая сектором по делам несовершеннолетних Лена Мусина. Сотрудниками отдела также организована работа по распределению гуманитарной помощи среди неблагополучных семей, лечению от алкогольной зависимости и проведению профилактических бесед с подростками и их семьями. В образовательных учреждениях города внедряются программы, курсы и современные технологии, направленные на профилактику наркозависимости. В этом году, в ноябре месяце, планируется, будет проведено социально-психологическое тестирование, в котором планируем охват 865 человек. В 2016 году из 48 человек, состоящих на внутришкольном учете, социально-психологическое онлайн-тестирование прошли 10 человек. В прошлом году первый раз проходили онлайн-тестирование, и все результаты онлайн-тестирования стекались в Министерство образования. Одной из сфер распространения наркотических веществ является сеть интернет. Для борьбы с вредоносным влиянием информационного ресурса используются различные методы. Эффективные меры – это установление рекламных сайтов по приобретению наркотических средств и вообще по рекламу сайтов. При выявлении этих сайтов мы направляем соответствующие письма в соответствующие органы, и в течение определенного времени эти сайты блокируются. Как показал анализ, за последние 2-3 года у нас наркотические средства приобретаются, и потенциальный потребитель у нас приобретает через интернет-сайты. На заседании комиссии были внесены предложения по проведению лекций в школах сотрудниками наркологического диспансера и более масштабные меры по распространению в городе баннеров и рекламы антинаркотического характера. По итогам совещания члены комиссии определили перечень мероприятий, а также список ответственных должностных лиц и организаций за исполнение поручений, направленных на профилактику и борьбу с наркозависимостью среди подростков. В этом году клуб инвалидов «Элохим» отмечает свое 25-летие. Последние дни шла напряженная работа по подготовке к празднованию этой даты. Нужно отметить, что это единственное в республике спортивное объединение для людей с ограниченными возможностями здоровья. В гостях у «Элохимовцев» побывала наша съемочная группа. «Элохимы» – это не только клуб для занятий физической культурой и спортом для инвалидов. Это место, где люди общаются, делятся горестями и радостями, воспоминаниями. Клуб объединяет тех, кто хочет победить болезнь и одиночество. История создания «Элохимов» имеет свои истоки еще в далеком 1991 году. Буквально через год после открытия клуба Нина Ларина пришла работать инструктором по спорту. Клуб, да, открылся он в 1991 году. И, в общем-то, начало его было, как ни странно, в реабилитационном центре в Черкасах. Там лежали наши колясочники, знаешь, после травмы. Вот в Уфе тогда уже клуб, уже целый год работал, республиканский клуб «Эдель». И вот, ну, как бы так лежали, говорит, а почему бы нам еще и в Камертауне открыть. И вот председатель «Эдель» говорит, а что, говорит, давайте собирать документы. И вот мы, вот у нас четыре колясочника. Власов Сергей, Сарьков Григорий, Бородин Григорий, Кельсинбаев Хусайин. Вот они, значит, как бы собрались. И вот четыре колясочника, собрали документы, все сделали. И Власов Сергей возглавил этот клуб. Работу клуба начинали действительно инициативные и сильные люди. К примеру, человек с мировым именем Григорий Царьков, будучи колясочником, покорил высочайшие вершины. Маккинли, Эльбрус, Иремель и другие. Благодаря клубу «Элохимы» люди с ограниченными возможностями здоровья получили площадку для встреч, знакомств, чаепития и занятий спортом. Изначально здесь были только тренажеры, изготовленные Кумертаутским авиационно-производственным предприятием для занятий тяжелой атлетикой. Постепенно количество видов спорта стало увеличиваться. На сегодня здесь люди занимаются по 12 направлениям. Для этого здесь есть все необходимые тренажеры и спортивный инвентарь. В 2014 году сделан ремонт. В клубе уютно и комфортно. Люди собираются здесь для того, чтобы доказать себе и другим, что жизнь может быть интересной и яркой, несмотря на инвалидность. Ведь многие до определенного времени были здоровы. Не все инвалиды детства. В какой-то момент, оказавшись выброшенными из привычной жизни, они не сломались внутри. Наверное, поэтому про них и говорят – люди сильные духом. Здесь никто не жалуется на жизнь, не унывает. А главное – не говорят о трудностях. А клуб – это прекрасное место для общения, говорят элохимовцы. Да, конечно, что там говорить. Самое главное – замкнутый человек, когда это происходит. А когда с людьми общаешься, все кажется лучше. Самое главное – здоровье-то все бывает лучше. Карина Милкова когда-то была кандидаткой в мастера спорта. Были большие перспективы на спортивную карьеру. Судьба распорядилась иначе. Но и здесь Карина Григорьевна добилась больших успехов. А главное – улучшилось ее здоровье. В 1998 году у меня обнаружили болезнь, в честь которой потом я получила инвалидность. Но я о клубе инвалидов не знала. О клубе существования этого клуба. Но я встретила Нину Ларину, которая мне подсказала, что можно вот это заболевание как раз усилиями вот этих тренажеров исправить и ноги, и все тело, и стать более полноценным человеком. Она позвала меня в клуб. Я стала заниматься усиленно, упорно. И почувствовала вообще облегчение намного лучше. Сейчас я чувствую. Мы ходим, тренируемся, общаемся. Скоро на соревнования по УФУ поедем, едим. Скоро праздники у нас будем. В клубе могут заниматься и дети с ограниченными возможностями. Так Нина Трухина приводит для занятий сына. Результат ощутим, признается она. Конечно, очень много дает. Если мы сидим дома с ребенком, значит, он уже у меня затенел, значит, он уже закис и все, нет движения. А сюда мы уже сами сборы. Пришли сюда, уже мы вдохновленные. А уже здесь сама обстановка, она дисциплинирует и заставляет просто заниматься. Задача же клуба – это активная реабилитация инвалидов через спорт. Когда клуб создавался, основная была задача, конечно, на спорт. Он так создавался, как бы спорт для опорников. Но время идет, и сейчас получается, что людям, инвалидам, в общем-то, идти некуда. И поэтому у нас сейчас такая тенденция создалась, что мы сопринимаем, в общем-то, людей с любой инвалидностью и с общим заболеванием. Дисциплина в клубе железная. Инструктор по спорту строго следит за тренировками. Ведь она уверена, чтобы добиться успеха, нужно упорно трудиться. Бывает, приезжаем с одних соревнований, сразу начинаем готовиться на другие. Надо переключаться. Если у нас уже времени мало, мы, естественно, начинаем каждый день. Но здесь, естественно, ну, все бывает. Вот, ну, стараемся. Активность, целеустремленность позволили команде клуба «Илохимы» демонстрировать свои способности на городских и республиканских площадках. Благодаря поддержке администрации города и Центра спортивной подготовки «Вымпел» в течение года шесть раз проводятся спортивные мероприятия. Это спартакиада, сабантуй и другие состязания. О победах спортсменов говорят многочисленные награды. На полках кубки разных уровней. Они все дороги. Поскольку за каждым из них стоит кропотливая работа, когда приходится тренироваться и состязаться, преодолевая боль. Награды, они, в общем-то, все. И дорогие, и памятные. Но самая лучшая награда – мой первый кубок, который мы зарабатывали, потому что это по тяжелой атлетике, по урлифтинг. Собирали команду, в общем-то, очень спотанно. Не знали, кто что может. Вот собрали, еще ехали, машина ломалась, туда приехали. Там тоже, значит, нас уже сразу и на весы, и штангу сразу поднимать. Но, тем не менее, команда смогла собраться. Взяли первый кубок, ехали. Очень такие довольны, потому что первые соревнования, и сразу удача. Встречи не ограничиваются только занятиями спортом. В клубе вместе обсуждают все вопросы, касаемые организацией всей работы. Кроме этого, вместе отмечают все праздники, дни рождения, устраивают чаепитие. Мы чувствуем это, мы чувствуем, что нам хорошо. Мы здесь не только же на соревнованиях ездим. Мы и дни рождения здесь, и все праздники здесь проводим. У нас одна и большая дружная семья. Чаепитие здесь мы организуем. Ну, без танцев, конечно, никуда. Дискотека у нас всегда есть. Вот такой центр досуга, веры и надежды работает в нашем городе. Кстати, на сегодня это единственная общественная организация в республике, где люди собираются не только для общения, но и для занятий спортом. Элохимовцам же остается лишь выразить искренние пожелания счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма. В пятницу клуб Элохима принимал уже официальные поздравления. На праздничные мероприятия были приглашены ветераны и участники клуба. Многих из них наградили дипломами и памятными подарками за различные достижения и вклад в творческую и спортивную жизнь города. Субтитры создавал DimaTorzok Участники клуба Элохимы, кроме спортивной деятельности, также активно занимаются творчеством. На концерте каждый представил свой номер. Кто-то спел, кто-то сыграл на музыкальных инструментах, другие прочли стихотворения. От имени главы администрации коллектив клуба поздравила Наталья Лапшина. Уважаемая Нина Владимировна и все члены клуба Элохимы, от всей души поздравляю вас и членов местной общественной организации спортивно-досугового клуба Элохимы города Кумертау с 25-летним юбилеем. Кроме поздравительного адреса я хотела бы озвучить подарок от главы администрации. Это музыкальный центр, подарок клубу Элохимы. Он в город поступит только в понедельник. Нина Владимировна, мы ждем за этим подарком. За 25 лет своего существования члены клуба Элохимы не раз принимали участие в творческих фестивалях, городских спортивных соревнованиях и состязаниях республиканского масштаба, занимая достойные призовые места. За достижения в различных направлениях участники клуба были награждены дипломами и памятными подарками. Поздравили гостей и творческие ансамбли города. Они подготовили для элохимовцев музыкальные номера, подарив им массу положительных эмоций и хорошее настроение. Огромный вклад в развитие спортивной деятельности в клубе был внесен Ниной Лариной, председателем клуба Элохимы, являющейся также заслуженным тренером Республики Башкортостан. В организации она работает методистом-инструктором. Знаете, вот за 25 лет уже многих с нами нету. Все-таки мы инвалиды, и вот такие праздники нужны, чтобы собраться, пообщаться, друг друга увидеть. Ведь у нас некоторые уходят из спорта, и все, они уже в клуб приходят очень редко. Мы только встречаться можем вот на таких праздниках. Поэтому вот такие праздники обязательны, чтобы увидеть, пообщаться, спросить хотя бы. Клуб Элохимы помогает молодым людям с нарушением опорно-двигательного аппарата не замыкаться в четырех стенах, развиваться физически и творчески. Родители во многом поддерживают деятельность клуба, принимая участие в коллективных мероприятиях вместе с детьми. Без клуба нам было бы неинтересно жить, конечно. Мы очень много занимаемся, там на тренажерах, и спортивные мероприятия у нас проходят. Мы участвуем с сыном везде, я уж вынуждена участвовать, ну и с удовольствием это делаю. А вот такие праздники, сегодня концерт, прекрасный концерт. И посещаемся, народу много, и все с настроением, с удовольствием все выступают. И просто здорово, что есть такие праздники, это наш стимул, это наша жизнь. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». 140 ребят из города Кумертау и Кургазинского района пойдут служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации в этот осенний призыв. Сейчас в военном комиссариате города Кумертау идет плановая работа. Молодые люди проходят медосмотр, члены комиссии уточняют данные в документах и принимают решение, отправлять того или иного призывника в армию или дать отсрочку. В отдел военного комиссариата ребята приходят по повесткам. Медицинский осмотр все уже прошли, остается встретиться с членами призывной комиссии, по решению которой одним предоставляется отсрочка, других направляют на дополнительный медосмотр, у кого и здоровье, и документы в порядке, готовятся к призыву. Работа комиссии расписана в соответствии с графиком, который утверждает ее председатель, глава администрации города Борис Беляев. С каждым он беседует лично, где хотят ребята служить, как настроение и готовы ли идти на службу. Члены комиссии обращают внимание не только на состояние здоровья призывника. Учитывается его физическая подготовка, образование и многие другие критерии, для того, чтобы определить его в те или иные войска. Родители, как в предыдущую кампанию, имеют право присутствовать в работе комиссии. По словам начальника отдела военного комиссариата, осенний призыв 2016 года практически не отличается от весеннего. Родители могут присутствовать на заседании призывной комиссии. Ребятам, соответственно, кто будет уходить в ряды вооруженных сил, будут выдаваться сим-карты. Это позволит с родителями поддерживать связь, и родители могут общаться с детьми. Настроения ребят разные. Одни еще не готовы служить, другие воспринимают это как неизбежный факт. Но есть категория юношей, которые наоборот стремятся в армию. Это нужно, так как все-таки армия – это социальный институт, как никакой, и его нужно пройти. Он формирует личность, характер и так далее. Поэтому он играет одну из немаловажных ролей в жизни человека. Считаю, что нужно идти служить, долг родине отдать. Ну, после учебы, после университета, естественно. Ну, а что дает, не знаю, опыт какой-никакой. Первая отправка в ряды Вооруженных сил России планируется 27 октября. Призыв продлится до конца года. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Ну, а для призывников, которые точно пойдут служить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, 14 октября состоялся традиционный концерт, посвященный Дню призывника. Как прошло мероприятие, узнавала наша съемочная группа. В Кумиртау отметили День призывника. На концерт, посвященный этому празднику, пришли призывники, их родители, друзья и будущие защитники Родины. Главная задача таких мероприятий – повысить престиж воинской службы в глазах современной молодежи и показать призывникам, что родной город их поддерживает. Сегодня городская администрация городского кубертау организует, опять же, мероприятие, посвященное Дню призывника. Это в торжественной обстановке мы провожаем наших ребят в ряды Вооруженных сил. Это большая, огромная работа, также и в качестве военно-патриотического воспитания молодежи. На это мероприятие приглашаются и участники боевых действий, и участники воин-интернационалисты, те, которые отслужили в соответствии со своими напутствиями. Ну и также молодые ребята, которые предстоят в ближайшем будущем, могут посмотреть это мероприятие. С напутственными словами к призывникам обратилась заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. От имени главы администрации городского округа города Кумертау и от себя лично я хотела бы вам пожелать, прежде всего, стойкости, мужественности, здоровья, успешности во всех делах и начинаниях. Ну и, конечно, еще раз говорю, пройти достойно этот армейский путь. Под крышей Дома культуры Рассвет собрались молодые ребята, которые совсем скоро пополнят ряды российской армии. Именно для них в этот день звучали напутственные слова. Не остались сторонние преподаватели общеобразовательных учреждений, отметив важность данного мероприятия. Мы готовим учеников к службе, к защитникам готовим. Здесь мы проводим это городское мероприятие. И для того, чтобы они получили, как говорят, напутствие, есть определенные еще дополнительные какие-то знания, значит, поддержку, если можно так сказать, значит, и от жителей города, от своих друзей. Здесь, в том числе и девочки пришли сюда. Возможно, это каким-то образом воодушевляет их. Я думаю, мне приятно очень полезно. Ну и какой же праздник без артистов. В течение концертной программы выступали творческие коллективы города. Они радовали зрителей своим академическим вокалом и зажигательными танцевальными номерами. Праздник, как всегда, получился позитивным и ярким. Все присутствующие остались в хорошем расположении духа. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Как провести свой выходной день? Ведь у всех свои интересы и увлечения. Эту тему обсуждали в Центре детского творчества. На неделе там состоялось собрание творческой группы проекта «52 выходных дня». Инициативные кумертаусы озвучивали свои идеи. Подробности в репортаже Константина Меркушева. Заседание проходило с участием общественности города. В зале собрались руководители организации и учреждений, а также средства массовой информации. На повестке дня стоит вопрос разработки проекта «52 выходных дня». Собрание провела методист молодежно-подросткового центра самоцветы Марина Сафонова. По инициативе главы администрации Бориса Владимировича Беляева мы услышали о проекте «52 выходных». Вот он был озабочен о том, а как наши горожане отдыхают, а что они должны в выходной делать. И мы все тоже заразились этой идеей, и понимали ее важность, нужность этого. И думаем, что наши жители тоже оценят этот проект и будут не просто участниками выходных, а будут сами участвовать в том, чтобы разработать эти выходные, чтобы идеи принести, может быть, в рабочую группу, что вот сейчас мы и делали. Собрание проходило в активном ключе. Присутствующие предлагали свои разнообразные и креативные идеи выходных дней. По словам Марины Николаевны, все идеи были по-своему интересны. Для меня любая идея, вот абсолютно любая идея, это действительно интеллектуальный продукт, над которым думала целая группа. Ну, естественно, надо домысливать. Кто-то просто не смог ее выразить, скажем, хорошо. В ближайшее время творческую группу ждет активная и напряженная работа. Для успешной реализации намеченной цели необходимо продолжать начатую работу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Как минимум три года в Кумертавском архиве традиционно проводятся тематические недели под названием «Архив-площадка взаимодействия». Для школьников проводят образовательно-развлекательные презентации для трудящихся, исторические семинары. Организуют и другие мероприятия, связанные со сбором архивных данных. Для развития интереса у молодого поколения к истории Кумертау в городском архиве регулярно организовываются тематические программы. Накануне учащиеся девятой школы смогли поприсутствовать на презентации «Архив сегодня больше, чем архив», где узнали о работе организации, новшествах, введенных в централизованной библиотечной системе, а также совершили интерактивное путешествие пешком по городу. Мне было очень интересно, я узнала много нового. Можно приходить сюда, узнавать историю своего города, чтобы, например, не совершать ошибок, которые были до этого. Чтобы можно было рассказать своим детям об этом, как все было. В рамках проекта «Архив площадка взаимодействия» также в ближайшее время планируется сбор организационного комитета по подготовке энциклопедии о Кумертау к 65-летнему юбилею города в 2018 году. Энциклопедия будет охватывать разделы и о природе, и об историческом месте, где располагается город Кумертау, и, как я уже сказала, о предприятиях, и обязательно о людях. О людях, которые внесли свой вклад в развитие города и предприятий. Редактором и составителем энциклопедии был назначен писатель Владимир Макраусов, которым уже были выпущены три книги по истории Кумертау, находящиеся в библиотеках города и в архиве. На городском сайте размещена информация об оформлении статей для энциклопедии. Каждое предприятие, планирующее поделиться исторической информацией, а также жители города, могут подробно узнать о правильной форме подачи материалов. Пользуясь случаем, я обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы они обратили на подготовку материалов, на важность, чтобы сведения о предприятиях разных вошли в эту энциклопедию. Также обращаюсь к нашим кумертаусцам. Если у вас есть какая-то интересная информация или предложение, пожалуйста, обращайтесь к нам в архив, мы будем очень жады этой информации и, возможно, она войдет в будущую энциклопедию города. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами и удачные начала новой рабочей недели. До встречи на телеканале Алис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова